Всем привет! Привезли лодочный мотор Yamaha 4.5 Мотор долгое время где-то хранился без дела Человеку подарили этот мотор Он его привез к нам Спрашивает, есть ли смысл его вообще восстановить И можно ли с ним что-нибудь сделать Эти моторы выпускались примерно в 70-х годах Вот так они выглядели раньше Намного красивее А это то состояние мотора В котором нам его привезли Мы еще с ним ничего не делали Ничего не разбирали Здесь, кстати, отсутствует лючок У мотора имеются как нейтральная передача Так и задняя передача А есть еще мотор Yamaha 3.5 Так вот, там есть только нейтральная передача И передача вперед Задней нету Высоковольтная катушка отсутствует По этой причине владелец мотора так и не смог его запустить Тут вот почему-то все болтается Здесь еще должна быть такая ручка для переноски мотора С обеих сторон Еще не хватает здесь крышки Кто-то сделал такой интересный румпель Но мотор крутится, в принципе, нормально Стоповая кнопка здесь Вот эти вот места только закисли Не крутится эта тяга вообще для механизма блокировки мотора, скорее всего Зачем она сюда выведена, я не знаю Внутри бензобака Будем надеяться, что бак не прогнил насквозь Как-то эту ржавчину нужно отсюда удалить Либо ставить хорошие топливные фильтры И почаще их менять Чтобы понять, есть ли смысл вообще возиться с этим мотором Или может его давно уже пора отправить в музей Мы решили в первую очередь, конечно, замерить компрессию Компрессия 10 кг, это хорошо Подключив катушку от модели Yamaha 8B Это, кстати, тот самый мотор, про который мы делали видео С заменой двигателя Подключили эту катушку и появилась искра Значит, есть смысл возиться дальше Но обратили внимание на то, что на нейтральной передаче Туго крутится винт Решили посмотреть состояние масла Его там вообще не оказалось И у нас возникло предположение, что в редукторе все плохо И так как в редукторе сейчас нет масла И мы не знаем, что там внутри Мы хотим снять редуктор Подключить катушку И попробовать запустить этот мотор Чтобы послушать, как он будет работать Будет ли он шуметь А то, может, еще и двигатели подшипники менять придется Поэтому сейчас будем этим заниматься А также, может быть, придется почистить карбюратор Кстати, у этого мотора еще и длинная нога Что такое? Такой длинный вал Открутили ручной стартер Вот так он работает Раз зацепление заходит Здесь почему-то цепляется за бак И уже немного подразъело Из-за этого Будем пробовать запускать Мы уже установили сюда катушку Закрутили свечу Пока что просто Подадим бензин в карбюратор Напрямую А то вдруг бак окажется прогнивший Карбюратор Переливает Все-таки придется его чистить Бензин палился наружу Похож на Ханкай Три с половиной Смотри Страшно КОНЕЦ отлично есть смысл и повозиться в принципе да у него здесь лишь бак болтался и покоцало все внутри все ржавое масло не было только вода поэтому подшипники надо поменять а вот здесь на валу еще и разбиты втулки тут вот такой люфт в общем с редуктором все понятно нужно менять оба подшипника переднего и заднего хода и изготавливать втулки на вертикальный торсионный вал а также что-то придумывать вот с этим здесь нету никакого уплотнения скорее всего отсюда и вылилось масло и начала попадать вода сняли карбюратор чтобы посмотреть что-то внутри из него бежит бензин его либо почистить либо там что-то повреждено будем мой сейчас разбирать здесь мы увидели поршень и шатун карбюратор и грязь будем надеяться что карбюратор бежал из-за грязи они из-за того что игла изношена вытащили втулки хотели изготавливать новое но основная проблема оказалась не во втулках а самом валу кто-то в этом месте проточил как раз то место где ходит втулка наждаком или чем-то еще и получилось так что этот диаметр оказался меньше чем вот этот и в этом месте втулка болтается и мы сейчас не сможем даже просто вытащить втулку под этот диаметр потому что здесь диаметр больше будем пробовать наплавлять и протачивать это место больше ничего не остается начинаем сборку редуктора устанавливаем новые подшипники переднего и заднего хода они здесь одинаковые так же как и на новой модели yamaha 5c сюда мы устанавливаем новый сальник он здесь только один в отличие от двух сальников которые сейчас ставят на редуктора современных лодочных моторов у этого редуктора вот так можно снять антиковитационную пластину вот вторая половинка здесь кстати уже кто-то что-то варил видимо ремонтировался никакого люфта больше нет я думаю что все будет работать нижние сальники тоже приходится менять здесь стоят два сальника и 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 на этом все то что от нас требовалось мы сделали дальше этим мотором будет заниматься сам владелец мотор работает но для стабильных оборотов нужно немножко закрывать воздушную заслонку скорее всего это подсос воздуха и возможно через сальники коленчатого вала ну это тоже будет делать сам владелец потому что он просил нас сделать только редуктор это была основная задача сюда нужно установить какой-нибудь лючок для того чтобы мотор тише работал ну и напоследок проверяем состояние масла после того как мотор поработал в воде ну вот масло чистое прозрачное чистое масло без воды это очень хорошо собрали мотор после укорочения yamaha 5 мотор привезли нам транспортной компании эта модель yamaha 5 си год выпуска примерно 85 покрасили дэйдвуд и редуктор состояние мотора очень хорошая компрессия 11 килограмм если этот мотор покрасить современный yamaha в ски цвет то не знающий человек даже не поймет что это старый мотор будет выдавать только металлический бак потому что сейчас на пятерках пластмассовые баки работает очень хорошо не шумит правда мы поменяли подшипники на коленчатом валу поставили сюда кнопка с чекой безопасности поставили сюда потому что не получилось поставить ее здесь вместо этой кнопки во первых она будет мешать если браться за ручку а во вторых не получается тогда посадить карбюратор скорее всего на новых моторах yamaha 5 немного другая отливка поддона ручка немного вынесенной поэтому можно таскать решили просто сбоку сюда поставить эту кнопку и сделать так чтобы обе кнопки работали можно глушить здесь можно здесь можно выключить скорость заглушить обе кнопки работают подсоединены вот такой топливный краник должен был здесь стоять но его здесь не было вместо него можно в принципе поставить сюда топливный коннектор чтобы от внешнего бака можно было питаться отличие старого мотора и нового пятисильного в том что во первых металлический бак во вторых отсутствуют доводницы на поворотном механизме также в системе охлаждения отсутствует термостат на новых блоках здесь уже есть термостат и другой карбюратор диаметр диффузора карбюратора здесь 17 миллиметров причем на новых пятерках это диаметр 15 миллиметров хотя модель такая же yamaha 5си которая выпускается до сих пор когда мы его разбирали все было на герметике двигатель на герметике даже вот здесь был герметик на стыке редуктора и дейду да осталось только поменять винт винт на шпонке и все с этим винтом он не едет такое ощущение что напор контрольки мощнее чем на современных моторах хотя все одно и то же помпа такая и что а а а а и и а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это версия мотора... С подключением... Наружного бака... Ну... Состояние... Конечно... У него... Очень хорошее... Неизвестно... Что с ним было... Где он хранился... А вот... Видно... Красный герметик... Наверное... Ремонтировался... Ну и что... Работает очень хорошо... Здесь тоже нет... Товотниц... Для смазки... Но есть отливки... В принципе... При желании... Можно их сюда... И... Установить... А здесь мы узнаем... Его год... Единица... Это... Первый японский год... То есть... По-нашему... Восемьдесят девятый год... Вот такой у них... Слабенький напор... Контрольки... Это нормально... Для этих моделей... По-нашему... Ну и... Законки... Ну и... Так... ТААААА А! ТАААА!!! ТААН... ТААААА... ТАААААААААААААААААА Stroक возможность... очень хорошо работает мне нравится единственное что ему надо заменить свечу потому что мы ее проверили и под давлением она плохо работает ну и все всем пока